Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Я обожаю расширенный перевод Филиппийцам 1.28. Послушайте. Где было написано послание филиппийцам? Павел был в тюрьме. Это было одно из самых темных, безнадежных мест. Место, где все потеряно. Человек, оказавшийся там по своей вине, ощутил бы «я все потерял, нет будущего, нет никакого просвета, безнадежность». А что, говорит Павел, находясь в этом месте? «И ни на мгновение не страшитесь и не пугайтесь ни в чем ваших оппонентов и противников». Послушайте, злые духи настолько доминируют в определенных местах, например, в тюрьмах, что там тьма, депрессия. Такой густой мрак, хоть топор вешай. И Павел, находясь там, говорит «ни на мгновение, ни на мгновение, ни на мгновение, ни на мгновение, эта депрессия не овладеет мной, эта тяжесть не овладеет мной, эта безнадежность, ни на мгновение». Я так ценю эти слова «ни на мгновение». Мы знаем, что Библия говорит о враге, пускающем раскаленные стрелы. Что такое раскаленные стрелы? Это мощные, резкие атаки. Бывает, дьявол предпринимает неприметные атаки, ухищренные, а бывает, он наносит мощные удары. И когда он наносит удар, требуется лишь мгновение, чтобы его почувствовать. И знаете, в это мгновение, даже на мгновение, какой бы мощной ни была эта раскаленная стрела, даже на мгновение не бойтесь, угасите ее, потушите ее водой Слово. Аминь. Почему? Потому что злые духи вокруг вас наблюдают и дожидаются, чтобы вы сложили свою власть. Они ждут, чтобы вы попятились в страхе. Они ждут, чтобы вы были непоследовательны. Позвольте сказать вам, что больше всего разрушает семью. Непоследовательность. Когда хождение в Слове непостоянно. Когда родители непоследовательны в применении своей власти. Это одна из вещей, которую моя мама делала настолько мастерски. Она воспитывала нас каждый день одинаково. Не было нужды спрашивать ее на следующей неделе, не поменялось ли что-то. Если она ответила по поводу чего-либо, ее ответ не менялся. Она была последовательной со всеми четырьмя детьми. Как только что-то было не так, она тут же ставила нас на место. Она никогда не уставала выполнять свой родительский долг. Если мы устанем жить жизнью веры, у дьявола появится возможность проникнуть. Аминь. Нам нужно иметь постоянство, быть последовательными. И с кем из нас не бывало, что мы слишком долго отсиживались, сложив в себя полномочия, пуская все на самотек. Давайте будем внимательны. Нет, 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 мы не можем так поступать. Почему? Потому что враг наблюдает, он присутствует, он следит. Он присутствует не потому, что он побеждает, он присутствует потому, что он ищет возможность вернуть себе то, что уже проиграл. Аминь. Но Бог, как сказано в Псалме 22, 5, Бог накрыл стол для нас в присутствии врагов наших. Наши враги нас не впечатляют. Аминь. Нас впечатляет то, что Бог обеспечил для нас. То пиршество, которое мы можем вкушать прямо в присутствии врага. Аминь. Только от того, что враг пришел, ваша радость не должна уйти. Только от того, что обстоятельства стали агрессивными, угрожающими, ваш мир не должен уйти. Стол все еще накрыт. То, чем Бог обеспечил вас внутри. И то, что он обеспечил в своем слове, все еще на месте. Дьявол ищет людей, которые небрежно относятся к своей власти. Аминь. Но Павел говорит, не на мгновение. Послушайте, если, сидя в тюрьме, не зная, когда он оттуда выйдет, зная, что он не виновен, если он, сидя в этом темном месте, может сказать, не на мгновение, видите ли, над ним висела угроза издевательств, возможных нападений других заключенных, жестокого обращения, все это, как темная грозовая туча над головой. Но не для него. Не для него. Не на мгновение. Знаете, некоторые люди проходят сезоны депрессии. Но нет такой вещи, как сезон, для того, кто понимает то, что сказал Павел. Да, атаки будут приходить, но продлятся не более мгновения в моей жизни. Да, атаки будут. Послушайте, когда мой муж ушел домой Господу неожиданно, я могла погрузиться в скорбь, но я решила, если я отдам этому мгновение, это не продлится мгновение, это займет минуту, час, день, неделю, месяц, это займет жизнь, если вы позволите, потому что враг никогда не довольствуется мгновением. Поэтому мы не можем уделить ему и мгновение, ни одной секунды беспокойства, ни одной секунды сплетен, ни одной секунды непрощения, ни одной секунды горечи, потому что это не ограничится мгновением, это просочится в каждую минуту вашей жизни. И мне так дорого то, что сказал Павел. Это значит, что это возможно. Возможно. Ни на мгновение. Слово не говорит нам делать что-то, что невозможно. Ни на мгновение не страшитесь. Так много людей выросло в страхе. И поскольку это было образом жизни их семьи, они не распознают это как страх. Они думают, что просто так их семья живет. Я вам гарантирую, самый большой шаг к победе над страхом это распознать страх. Большинство его не распознает. И именно это определяет, как они воспитывают своих детей, как они распоряжаются своими финансами. Они боятся. И ни на мгновение не страшитесь и не пугайтесь ни в чем ваших оппонентов и противников. Я так рада, что он сказал ни в чем. Почему? Потому что иногда дьявол может просто предпринять атаку против вас, а иногда вы оказываетесь в трудном положении из-за чего-то, что сделали вы. Да. Вы ослушались. Вы знали, что так нельзя. Вы сделали что-то, что не должны были. И дьявол пытается вас одурачить, что вы теперь обязаны согласиться с жизнью в поражении, потому что вы промахнулись. Если вы покаетесь, я говорю, если вы покаетесь, произведете над собой суд, назовете себя неправыми, милость выйдет вам навстречу. Я говорю, милость выйдет вам навстречу, и тогда вам не нужно ни в чем страшиться, бояться. Аминь. Ни на мгновение не страшитесь и не пугайтесь ни в чем ваших оппонентов и противников, поскольку это постоянство и бесстрашие будет для них явным признаком, доказательством и печатью их неминуемого уничтожения, но верным знаком и свидетельством вашего избавления и спасения, и это от Бога. Отказаться, страшиться, значит знать, что спасение вам принадлежит. Я одержу верх. Дьявол, будешь со мной тягаться, и я выиграю вдвойне. Именно это происходит с теми, кто отказывается бояться. Мы знаем, что Иов сам навлек на себя определенные вещи. Не все, что вы читаете в книге Иова, сказал Бог. Там записаны, что сказал Иов. Он сказал, «Господь дал, Господь и взял». Это не Бог сказал, это Иов сказал. Иов недопонимал определенные вещи, потому что в Ветхом Завете не было откровения о дьяволе. У них не было откровения, что против них действует враг. Почему Бог не дал им это откровение? Потому что у них не было власти, которая есть у нас. Аминь. И в книге Иова записано, что чего он боялся, то и пришло к нему. Не он ли открыл дверь для дьявола? Почему? Дьявол наблюдал за ним, и увидев его страх, он смог исполнить то, чего он боялся. Но заметьте, хотя Иов и открыл дверь, когда он произвел над собой суд, когда он это исправил, когда он обратился, он получил вдвое больше. Аминь. Даже если бы вы оступились, если бы вы не оставите слово, если бы вы не сдадитесь и не сложите свою власть и не отступите от веры, Бог так обратит эту ситуацию, что вы получите вдвойне. Аминь. Но если вы поддадитесь страху, если вы поддадитесь страху, он не сможет так же спасти вас и помочь вам, потому что страх помешает вам принять его помощь. Не то, что Бог не попытается помочь, просто в страхе невозможно принять помощь. Аминь. Так что, с утра, когда вы встаете, важно, как выглядит ваше лицо. Важен ваш настрой. Если проснувшись, вы раздражены, капризны, с вами трудно быть рядом, вы в дурном настроении. Вам нужно пойти провести время с Иисусом, чтобы вы снова стали приятным человеком, потому что бесы смотрят, и они обожают, когда вы просыпаетесь не совсем с победой в устах и не совсем с победой на лице. Но Павел говорит, когда на вашем лице нет никакого страха, это знак для них, что они проиграли. Они уже проиграли, когда Иисус победил их, но им нужно проиграть в тех обстоятельствах, которыми они вас атакуют. Отказ страшиться это признак вашего спасения. Это значит, вы победили. Аминь. Аллилуйя. Если вы радуетесь, как бы вы себя не чувствовали, если вы просыпаетесь в радости, Бог живет среди словословий народа своего. В Новом Завете Бог живет в своих людях, разумеется, но людям, в которых живет Бог, следовало бы возносить хвалу, в которой Бог может жить. И если вы будете просыпаться в радости, даже когда не знаете, что делать со своей ситуацией, с обстоятельствами, если вы проснетесь в радости, по крайней мере, вы не дадите наблюдающим за вами бесами возможность войти. Но знаете что? Вас тот, кто больше, и не важно, кто за вами наблюдает, тот, кто больше внутри вас. И если вы начнете радоваться, большее, которое внутри вас, даст вам возможность. Он даст вам возможность. Аминь. Аллилуйя. Радость показывает, что вы знаете, а не что вы видите. Люди не радуются, потому что они не знают чего-то. Аминь. Люди думают, что будут радоваться, когда увидят правильные вещи. Дело не в том, что вы видите, а в том, что вы знаете. Потому что, когда вы знаете, вам не нужно ждать, чтобы увидеть, прежде чем начать радоваться. И я видела это в моих сражениях, в моем добром подвиге веры. Почему это добрый подвиг? Потому что мы знаем конечный результат. Победа за нами. Это доброе сражение. Каждый раз, когда я стояла за что-то и приходил ответ, можно я со всем уважением скажу так, чтобы вы поняли? Когда приходил ответ, это как-то не слишком впечатляло. Потому что я уже настолько утвердилась в том, что победа мне принадлежит, что, ну, конечно, ответ пришел. Настоящий восторг был в том, чтобы утвердиться в этом. А когда я уже утвердилась, как Павел и Сила, почему они не выбежали из тюрьмы, когда землетрясение отворило двери? Почему они не вскочили и не выбежали? Потому что они уже вышли. Они вышли до того, как двери открылись. Поэтому открылись двери или нет, это было уже формальностью для них. Потому что они радовались на основании того, что они знали, а не на основании того, что они видели. На их месте вы и я, большинство из нас, как только двери открылись, рванули бы наружу, по другую сторону. Но не они, они остались там. Почему? Потому что дело было не в дверях. Ничто не может вас держать в заперти, когда вы знаете что-то. Ничто не может вас держать в заперти, когда вы знаете правильные вещи, что Иисус отнял силу у начальств и властей. Мы избавлены от власти тьмы и введены в царство возлюбленного Сына Его. Когда вы знаете это вот здесь, и знаете это не только находясь в церкви. Знаете это не только во время служения, не только на страницах своего дневника, но знаете это вот здесь. Знаете это вот здесь. Вы будете ходить с улыбкой всегда. Вы просто всегда на высоте. Всегда. Не благодаря обстоятельствам, но благодаря знанию слова. Аллилуйя. Позвольте вам сказать, любой христианин, находящийся в рабстве, не находится в рабстве дьявола. Он в рабстве необновленного ума. Он не знает того, что ему нужно знать. Потому что, если бы дьявол мог поработить вас, каждый христианин был бы в рабстве, а не каждый христианин в рабстве. Аминь. Аллилуйя. Дьявол побежден, а мы избавлены. А потому поражение не приходит от него, оно приходит от неправильного мышления. Скажу это еще раз. Дьявол побежден. Иисус отнял у него силу, превратил его в ничто. И мы избавлены от его царства, от его власти. Он больше не господствует над нами. Когда он заявляется, мы говорим, «Нет, не в моей жизни, больше никогда». Поэтому, когда приходит поражение, оно приходит не потому, что он победил, оно приходит потому, что мы неправильно мыслим. Когда вы правильно мыслите, вы его не запустите. Когда вы правильно думаете, вы не станете мириться с тем, с чем мирились прежде. Аллилуйя. Один бизнесмен, миллиардер, несколько десятилетий назад, казалось бы, потерял все свои деньги. Наступившие в экономике перемены послужили причиной финансового обвала для него. Но поскольку он знал мир экономики, финансовый мир, он знал, как взять верх. Он знал, как взять то, что на бумаге было убытком, и все исправить. На это потребовалось время, но он все исправил. Ему пришлось встречаться с банкирами, с юристами, с главами компаний. Почему? Чтобы они не захлопнули перед ним дверь. В конечном итоге он все вернул. И сегодня он мультимиллиардер. То есть, теперь ему принадлежит больше, чем когда-либо прежде. Но вот, что он сказал, когда ему удалось все вернуть, он выступал с советами для студентов, и он сказал, посреди всего этого, когда казалось, что я все потерял, моим ключом было никогда не показывать страха. Это то, что сказал Павел. Вот что это значит. Ни на мгновение не страшитесь. Никогда не позвольте дьяволу увидеть ваш страх. Если он увидит, что вы боитесь, он будет знать, что вы мыслите неправильно. Если он увидит ваш страх, он будет знать, что для него открыта дверь. Благодаря тому, что этот миллиардер, которому грозила потеря всего, входил уверенно в кабинет банкиров и говорил, я вам скажу, что мы сделаем. И именно так он к ним и подходил. Вот что мы сделаем. Я вам так много должен, что вам теперь придется плясать под мою дудку. И он рассказывал, я уже потерял миллионы, но я ждал, потому что мне нужно было потерять еще, чтобы они прислушались ко мне, чтобы им было невыгодно ко мне не прислушаться. Видите, он знал мир финансов, мир экономики, есть целый образ мышления, знания, как все это работает. И он знал, мне нужно, придя, выглядеть так, словно я теряю больше, чем когда-либо потерял, и сказать, теперь вы обязаны мне помочь, потому что если я пойду на дно, и вы со мной. Но что, если бы он зашел к ним плача, расклеиваясь, в растерянности? Он не смог бы показать уверенность, необходимую для того, чтобы они ему помогли. А за нами стоит нечто большее, чем деньги. За нами стоит нечто большее, чем финансы и экономика. Внутри нас тот, кто больше. И нехорошо нам встречать обстоятельства с растерянным видом, словно мы терпим неудачу, словно мы идем на дно. Это неправильно. Это неправильно. Это показывает, что мы не знаем то, что должны знать. Но позвольте вам сказать, поэтому у нас есть великий ходатай, Иисус. Знаете, что Он там ходатайствует за нас, пока мы не обновим свой ум. Я была девушкой из динаминационной церкви, и мы с мужем поженились, когда он был в служении уже почти 20 лет. И его голос был авторитетен, то есть у нас был разрыв в 20 лет. Я отчаянно отставала от него в своем духовном развитии. Но когда я вышла за него замуж, дьяволу было все равно. Мы теперь были одним, и я попала под атаки на его уровне, а не на своем. Ходатай помогал мне, потому что я не знала определенные вещи, и не от недостатка усилий или старания с моей стороны, просто потому, что невозможно ускорить рост. Поэтому в процессе роста у нас есть Ходатай, который нас подстраховывает. Мы были женаты около двух недель, когда однажды ночью дьявол явился мне пять раз. Вроде это уже должно было привести в чувство девушку из динаминационной церкви. И когда он явился мне в пятый раз в ту ночь, угрожая моей жизни, на пятый раз внезапно прямо передо мной нос к носу появилось лицо моего брата между мной и дьяволом. И сказала, было совершено ходатайство, и это разбито. Кто ходатайствовал? Иисус. Он великий ходатай. Почему он использовал лицо моего брата? Как знак, что он друг, более привязанный, нежели брат. Так говорит слово. Понимаете? И это было разбито. Я проснулась. Он сказал, было совершено ходатайство, и это разбито. И это исчезло из комнаты. Мир вернулся. Что это было? Поскольку я была духовным младенцем без знаний, ходатай мог вступиться и ходатайствовать за меня. И заполнить пробелы в моих знаниях. Слава Господу! Папа Хейген рассказывал о своей сестре, которая ушла домой к Господу. В первый раз, когда у нее был рак, он смог ее вымолить. Но во второй раз, когда пришел рак, он сказал, что не смог этого сделать, потому что она не воспользовалась этими пятью годами между ее первым исцелением и второй атакой, чтобы развить свой дух, развить свою веру в Слово. Бог помогает нам насколько может, но когда люди игнорируют свою часть, мы ничего не зарабатываем. Иисус заплатил цену, но есть наша часть взращивать и питать свою веру. И если мы бездействуем и остаемся в духовном младенчестве умышленно, намеренно остаемся плотскими, и нас совершенно не интересует Слово, совершенно не интересует духовный рост, к нам придут трудности, которых мы могли бы избежать. Аминь. Но что касается настоящих духовных младенцев, тех, кто находится в развитии, если вы просто жаждете и простираетесь, говоря Богу, я жажду, я стремлюсь к большему. Аминь. Он подстрахует вас в том, чего вы не знаете. Но это не значит, что нужно оставаться в положении невежды. Аминь. Просто знайте, у вас есть ходатай. Аминь. И дьявол попытается запугать вас тем, чего вы не знаете. Не волнуйтесь о том, чего вы не знаете. Бог покроет разницу. Иисус покроет разницу. Просто делайте то, что вы уже знаете. И он ведет вас в свет тех знаний, которые вам необходимы. Слава Господу! Мне так нравится, что сказала одна женщина, которая принесла очень много плода через свою молитвенную жизнь. Говорят, некоторые люди призваны к молитве. Нет. Нет такого отдельного призвания к молитве, как, например, к пяти дарам служения. Каждый должен молиться. Нет такого, что кто-то больше помазан для молитвы. Просто кто-то больше себя этому посвящает и поэтому становится более умелым в этом. Так вот, эта женщина стала очень умелой и приносила много плода в своей молитвенной жизни. И вот, что она сказала по поводу христиан, сталкивающихся с трудностями и противостоянием. Она сказала, люди просто сдаются слишком быстро. Они начинают отстаивать свою позицию, используют свою власть, но если не видят перемен, они просто слагают свою власть и сдаются. А это как раз то, чего нам делать нельзя. Аминь. Если дьявол упрям, и вы будьте упрямы. Если выглядит, что он не сдается, и вы не сдавайтесь. Аминь. Потому что вы можете продержаться дольше Него, так как в Галатам 6.9 сказано, «Не унывайте, ибо в свое время мы пожнем, мы пожнем, если не ослабеем». Ослабеть – это перестать верить и противостоять. Если мы не перестанем верить и противостоять, мы пожнем, если не ослабеем. Или же это значит стать менее ревностным и неотступным. Как часто мы были виновны в этом? Мы не были достаточно ревностными. Мы не были достаточно неотступными. Если же мы будем ревностными и неотступными, и будем непреклонно стоять на своем, «Нет, я избавлен от этого. Нет, Бог уже поразил. Иисус уже поразил дьявола. Это не для меня. И мы будем верны нашей победе. Каждый день просто будем держаться ее. Держаться ее. Аминь». Вы увидите, как вы окажетесь по другую сторону этой ситуации в победе. Аминь. Одна женщина пришла на служение брата Орла Робертса. Она была полностью слепой всю свою жизнь. Он возложил на нее руки, к ней пришло прозрение, но через несколько дней зрение начало снова уходить. И она вставала и говорила каждый день, «Спасибо Богу, я исцелена. Спасибо Богу, мои глаза исцелены». Она не сдалась этой контратаке. Она говорила, «Спасибо Богу, я исцелена». И через три недели ее глаза снова открылись. Почему? Потому что победа за нами. Победа за нами. И если мы будем этого держаться, победа за нами. Аллилуйя. Не бойтесь, не страшитесь, не пугайтесь ни в чем. Потому что это знак вашей победы. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова